Лекция номер 4. Кодирование информации. Кодирование информации от английского information coding – это отображение данных на кодовые слова. Обычно в процессе кодирования информация преобразуется на формы, удобные для непосредственного использования, в форму, удобную для передачи, хранения или автоматической обработки. Код – это система условных знаков, то есть символов для передачи, обработки, хранения информации, сообщения. Кодирование – это процесс представления информации, сообщения в виде кода. Все множество символов, используемых для кодирования, называются алфавитом кодирования. Например, в памяти компьютера любая информация кодируется с помощью двоичного алфавита, содержащего все два символа 0 и 1. Научные основы кодирования были описаны Шенноном, который следовал процесс передачи информации по техническим каналам связи. Теория связи – теория кодирования. При таком подходе кодирование понимается в более узком смысле, как переход от представленной информации в одном символе системе к представлению другой символной системе. Например, преобразование письменного русского текста в код азбуки Морзе для передачи его по телеграфной связи или радиосвязи. Такое кодирование связано с потребностью приспособить код к использовым техническим средствам работы с информацией. Декодирование – это процесс обратного преобразования кода к форме исходной символной системы, то есть для получения исходного сообщения. Например, перевод с азбуки Морзе в письменный текст на русском языке. В более широком смысле декодирование – это процесс восстановления содержания звука, закодирования сообщения. Для таком подходе процесс записи текста с помощью русского алфавита можно рассматривать в качестве кодирования, а его чтение – это декодирование. Способ кодирования одного и того же сообщения может быть разным. Например, русский текст мы привыкли записывать с помощью русского алфавита, но то же самое можно сделать, используя английский алфавит. Иногда так приходится поступать, посылая смс по мобильному телефону, на котором нет русских букв, или отправляя электронное письмо на русском языке из-за границы, если на компьютере нет русифицированного программного обеспечения. Приведенные примеры иллюстрируют следующее важное правило. Для кодирования одной и той же информации могут быть использованы разные способы. Их выбор зависит от ряда обстоятельств. Цели кодирования, условий, имеющихся средств. Если надо записать текст в темпе речи, используем стенографию. Если надо передать текст за границу, используем английский алфавит. Если надо предоставить текст в виде, понятном для грамотного русского человека, записываем его по правилам грамматического русского языка. В некоторых случаях возникает потребность засекречивания текста сообщения или документа для того, чтобы его не смогли прочитать те, кому не положено. Это называется защитой от несанкционированного доступа. В таком случае секретный текст шифруется. В давние времена шифрование называлось тайнописью. Шифрование представляет собой процесс превращения открытого текста в зашифрованный, а дешифрование – процесс обратного преобразования, при котором восстанавливается исходный текст. Шифрование – это также кодирование, но с засекреченным методом, известным только источнику и адресату. Методом шифрования занимается наука под названием криптография. Под кодированием понимается процесс присвоения символьных обозначений, кодовых обозначений, объектам классификации с целью их предоставления в более компактной форме. Система кодирования – совокупность правила обозначений объектов классификации и классифицированных группировок. Условия обозначения объектов классификации с помощью знаков или совокупности знаков называется кодовым обозначением кодом. При этом для каждого кода определяется длина кода, то есть количество знаков в кодовом обозначении, разряд кода, место знака в кодовом обозначении, алфавит кода, знак, используемый в кодовом обозначении. Алфавит кода может быть цифровым, буквенным и буквенно-цифровым. Структура кода – это порядок расположения знаков в кодовом обозначении. Применение кодов позволяет снизить трудоемкость обработки информации, Упрощает группировку данных Ускоряет запись информации на машинные носители Лекция номер 5. Система исчисления Для отображения количественных характеристик описываемых объектов И последующих обработки этой информации Были изобретены специальные знаки, цифры И приемы их комбинирования Система исчисления называется совокупность приемов Наименования и записи чисел с помощью цифр В любой системе имеется ряд символов Называемых базисными цифрами Все остальные числа отображаются с помощью базисных цифр Последствием определенных математических операций Системы исчисления различаются набором базисных цифр Правилами образования из них чисел И выделяют два больших класса Непозиционные и позиционные В непозиционных системах значение цифры Не зависит от места, занимаемого ей в записи числа Примером может служить римская система исчисления В которой в качестве цифры используются латинские буквы В любой позиции обозначающие соответственно цифры В позиционных системах исчисления Значение любой базисной цифры зависит от ее места в записи числа Называемой позицией А количество используемых базовых цифр Основанием системы исчисления Привычной является индоарабская десятичная система исчисления В которой для записи любого числа используются 10 базисных цифр От 0 до 9 Эта система основана на том, что 10 цифр каждого разряда Объединяются в одну единицу соседнего старшего разряда Основание системы исчисления, в котором записано число Обычно обозначается нижним индексом Например, 5557 число записанное в симметричной системе исчисления Число записанное в десятичной системе основное не указывается Все позиционные системы исчисления принципиально ничем не отличаются от привычной нам десятичной И обладают существенными преимуществами перед непозиционными В них любое целое число записывается с помощью некоторых символов Каждый из которых в зависимости от занимаемого места имеет разное значение В одном случае он означает число сотен, в другом число десятков В позиционных системах правила выполнения арифметических операций намного проще Всегда осуществляются по одной и той же схеме И требуют знания таблиц, сложения и умножения только однозначных чисел Наибольший интерес при работе на ЭВМ представляет система исчисления С основаниями 2, 8, 16, 1673 году Лебниц ввел двоичную систему в качестве универсального логического языка Удобную систему, позволяющую использовать очевидные технические и математические преимущества Обратная реализация позволяет применять физические элементы В двух возможных состояниях Представление информации с помощью только двух состояний Особенно надежно и помехоустойчиво Возможно применение стандартного аппарата булевой алгебры Для выполнения логических преобразований Двоичная арифметика проще десятичной Для отображения на компьютере символов русского алфавита используются стандартные кодировки Для цифрового представления графической информации используют два способа Растровый и векторный Растровое изображение представляет собой однослойную сетку точек, называемых пикселями Пиксель от английского picture element Код каждого пикселя содержит информацию о его цвете Дискретизация, оцифровка – это преобразование непрерывного изображения и звука В набор дискретных значений в форме кодов То есть разбиение непрерывного сигнала на отдельные элементы Устройство, выполняющее его, аналогово-цифровым преобразованием АЦП В процессе дискретизации производится кодирование То есть присвоение каждому элементу конкретного значения в виде кода Кодирование звука основано на его преобразовании в электрические сигналы Например, с помощью микрофона С последующим представлением в виде последовательности двоичных чисел Примером аналогового хранения звуковой информации является виниловая пластинка Звуковая дорожка изменяет свою форму непрерывно А дискретного – аудиокомпакт-диск Для хранения целых неотрицательных чисел Отводится одна ячейка памяти, то есть 8 битов Максимальное значение целого неотрицательного числа достигается в случае, когда во всех битах хранится единица Для n-разъядного числа оно будет равно 2n-1 Диапазон изменения целых неотрицательных чисел Исполнительные, информационные и управляющие Исполнительные схемы производят обработку информации, представленной в бинарной форме Информационные схемы служат для передачи бинарной информации Управляющие схемы выполняют управленческие функции, генерируют соответствующие сигналы Во всех случаях использующие сигналы двух различных уровней, которые могут представляться бинарными символами Ноль или один Или логическими значениями Истина – true, ложь – false Базовыми булевыми операциями являются операции e, and, или, or, или не, not Операция e, and называется логическим умножением или конъюнкцией Операция или, or называется логическим сложением или дизюнкцией Операция не, not называется логическим отрицанием или инверсией задает аксиомы постулаты бульва-алгебры. Бульва-алгебра определяется множеством элементов 0 и 1, множеством операций и или не, и аксиомами. Элементарные логические схемы, используемые при создании средств в ВД, называются вентилями. В настоящее время существует целый ряд базовых вентилей, на основании которых строится современное ВТ. Так как набор логических операций и или не является универсальными, то есть на его основе можно представить любую логическую функцию, то соответствующий ему набор вентилей также будет универсальным. Теперь на основе полученного логического выражения построим из базовых вентилей схему сложения. Одноразрядных двоичных чисел. По логической формуле видно, что для получения переноса необходимо использовать логический элемент i. Анализ логической формулы для суммы показывает, что на выходе должен стоять элемент логического умножения i, который имеет два входа. На один из входов надо подать результат логического сложения исходных величин, то есть на него должен подаваться сигнал с элементами логического сложения или. Элементарные логические схемы, используемые при создании средств в ВТ, называются вентилями. В настоящее время существует целый ряд базовых вентилей, на основе которых строится современное ВТ, так как набор логических операций – это… На второй вход требуется подать результат инвертированного логического умножения исходных сигналов. То есть на второй вход должен подаваться сигнал с элемента «не», на вход которого должен подаваться сигнал с элементом логического умножения i. Важнейшей структурной единицей оперативной памяти пока, а также внутренних регистров процессора является триггер. Это устройство позволяет запоминать, хранить и считывать информацию. Каждый триггер может хранить один бит информации.